7 июля 1937 года армия Японской империи вторглась в восточные провинции Китая. Спустя две недели японцы взяли Пекин и высадили десант под Шанхаем. Захватив этот город, японская армия отправилась на штурм тогдашней китайской столицы, города Нанкин. Так началась оккупация Китая, в которой растянулась на 8 лет и сопровождалась невиданными грабежами и зверствами. Согласно плану японского командования, Китай должен был стать очередной колонией Японской империи, а все его население ожидало участь рабов. До сих пор в Китае помнят, что творили японцы. Это резня, это изнасилование, это истязание. Жестокость, которой отличились японцы в оккупированном Китае, потрясла весь мир. На войну с захватчиками отправились 17 миллионов китайских солдат. Все прекрасно понимали, что без победы над японскими фашистами у нас не будет никакого будущего. Мы должны были что-то сделать для нашей Родины. Как китайский народ сражался с самой сильной армией Азии? Какую помощь Китаю оказали мировые державы? И какое наказание понесли японские военные преступники после войны? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клянусь, выполнить завет старого поколения революционеров и не забывать о позорной странице в истории государства. Учиться прилежно и усердно тренироваться. Быть честными и смелыми, и соблюдать дисциплину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возрождать страну и воссоздать Великий Китай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту клятву китайские школьники произносят после экскурсии по музею антияпонской войны в Пекине. Клятва – часть ритуала поклонения героям, китайским солдатам, которые в годы Второй мировой войны освобождали свою страну от японских оккупантов. Память о подвиге ветеранов для китайцев священна. Боевые действия на территории Китая велись целых 14 лет – с 1931 по 1945 год. За это время от рук японцев здесь погибло свыше 35 миллионов человек, в основном мирных жителей – стариков, мужчин, женщин и детей. Война с Японией коснулась практически каждой китайской семьи и оказала большое влияние на память, культуру и политическую историю Китая. Победа в антияпонской войне стала победой над всей внешней агрессией против Китая, начиная с 1840 года. Мы должны помнить об огромных жертвах и подвиге китайского народа в годы Второй мировой войны. За 8 лет войны, с 1937 по 1945 год, китайская армия участвовала в 22 крупных сражениях. Китай дважды отправлял свои войска в военные походы за пределы страны. Никто из нас никогда не забудет об этом. Мы должны помнить об этой войне для того, чтобы ничего подобного больше никогда не произошло. На протяжении тысячелетий китайская цивилизация была одной из самых развитых в мире. Многие изобретения, которыми мы пользуемся каждый день – почта, бумажные деньги, фарфор, порох, чай, шелк – появились в Поднебесной. Но Китай почти всегда был закрытой страной. С конца 18 века европейцы пытались взломать границы Китая и вели там постоянные войны. К началу 20-го столетия страна была связана неравноправными договорами, по которым западные державы получили в Китае концессии и право на создание своих поселений. В 1911 году в Китае произошла революция и пала династия Цин. В 20-е годы 20-го века в стране появилось две политические силы, которые претендовали на власть. Националистическое правительство Гаминьдан во главе с генералом Чан Кайши и Коммунистическая партия Китая, в рядах которой все более заметную роль играл молодой революционер Мао Цзэдун. Конфликт между националистами и коммунистами длился более 30 лет. В это же время вблизи Китая набирала силу могущественная японская империя. В 19-м веке эта страна открыла свои границы для иностранцев и всего за несколько десятилетий стала мощной и очень милитаризованной державой. В создании и обучении японской армии участвовали европейские и американские специалисты. Японии требовалось пространство и ресурсы, которых на японских островах не хватало. В начале 20-го века империя оккупировала острова Рюкю и Тайвань, захватила Корею и стала единственной и самой крупной колониальной державой в Азии. Следующей целью японцев был континентальный Китай. Япония, она была страна восходящего солнца, она действительно тогда промышленно восходят. Используя ресурсы западных держав, свои близкие отношения с Англией, которая дала возможность Японии вооружиться. Когда Япония решила, что она ущемленная страна в Первой мировой войне, стала проводить милитаризацию своей экономики. То есть к власти пришли фактически милитаристы, а если по-честному говорить, это реальные фашисты. То есть у них было превосходство японской расы. Япония должна править на Востоке и господствовать, учить другие народы. Филиппинцев, малайцев, китайцев. Что это, как не фашисты? Да, это была ненависть национальной почве. То есть японцы считали себя белой костью в Азии, что они не такие, как соседи. И не надо думать, что это касалось только китайцев, это касалось в том числе и корейцев. 18 сентября 1931 года японские войска вторглись в северо-восточный Китай и всего за несколько месяцев полностью оккупировали Маньчжурию. За это Япония была исключена из Лиги наций. Созданное в Маньчжурии марионеточное правительство Маньчжоу-го держалось на штыках размещенной здесь миллионной квантунской армии. Япония была одним из, сейчас это принято называть тигром, азиатский тигр, он больше в экономическом плане. Вот милитаристская Япония, она была тигром в военном смысле, как держава, стремящаяся добиться максимального расширения своих возможностей военным путем. Прежде всего речь идет о природных ресурсах. Японцы вторгаются в Китай, японцы получают промарионеточное государство Маньчжоу-го, и опять же, именно там, на континенте строятся заводы и синтетического горючая, и столеплавильные заводы. В общем, экономика Японии начинает расширяться за счет захваченных территорий. Японо-китайская война началась в пригороде Пекина, на мосту Лугоу-Тяо, или мосту Марко-Поло, как его называли европейцы. 7 июля 1937 года японские войска устроили здесь ночные учения со стрельбой. Наутро обнаружилось, что пропал один японский солдат. Для его поисков японский командир потребовал от китайцев открыть ворота близлежащей крепости Ваньпин. Китайский гарнизон отказался это сделать. В ответ японцы открыли стрельбу. Так началась Восьмилетняя война, в ходе которой погибли десятки миллионов человек. Сегодня в центре бывшей крепости находится мемориальный комплекс и музей борьбы китайского народа с японскими захватчиками. Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа является единственным музеем в Китае, который наиболее полно отражает историю войны с Японией. Крепость Ваньпин и мост Лугоу-Цяо стали историческими памятниками борьбы с японской агрессией. Строительство этого мемориала символизировало то, что китайский народ никогда не забудет историю этой страшной войны. 26 июля 1937 года, спустя 18 дней после инцидента в крепости Ваньпин, 40 тысяч японских солдат атаковали китайские позиции к северу от реки Хуанхэ. Чан Кайши и Мао Цзэдун договорились объединить свои армии для борьбы с захватчиками. Но силы были неравны. Прекрасно обученная и хорошо вооруженная японская армия при поддержке бронетехники и 150 самолетов сумела прорвать китайскую оборону. Уже на третий день стремительного наступления японцы овладели Пекином. Спустя два дня пал крупный экономический центр и порт город Кянцзинь. В начале августа императорский флот Японии подошел к Шанхаю. Этот город был последним рубежом на пути к Нанкину, тогдашней столице Китая. Шанхай защищали 600 тысяч китайских солдат и офицеров. Чан Кайши потребовал от своих генералов любой ценой удержать этот город. Ему нужно было время, чтобы эвакуировать правительство, заводы и людей в глубокий тыл. Ветеран антияпонской войны Лу Шао Чень был школьником, когда ему пришлось покинуть родительский дом в Пекине. Спасаясь от японской оккупации, он отправился вглубь страны и спустя несколько лет был призван в китайскую армию. У всех китайских солдат и офицеров был высокий боевой дух. Они отважно сражались, ведь японские фашисты захватили нашу родину. У всех нас были дома на оккупированных территориях. Попасть туда было нельзя. Только после того, как мы выгнали японцев из Китая, люди смогли вернуться домой. Я, например, целых шесть лет после эвакуации даже письмо не мог отправить домой. О судьбе родителей и братьев я ничего не знал, потому что они остались в оккупированном Японии и Пекине. В то время у всех была только одна мысль победить японских фашистов и выгнать их из наших домов. Только так мы сможем вернуться к семьям и Китай возродится. Битва за Шанхай началась утром 13 августа 1937 года и продолжалась более трех месяцев. Японцы стянули сюда огромные силы, около 350 тысяч человек. 130 японских кораблей осуществляли прикрытие войск с моря. Бои шли за каждый дом. В воздухе господствовала японская авиация. В результате бомбардировок, приведших к разрушению большей части города и применении японцами отравляющих веществ, китайская армия понесла огромные потери. В конце октября войска Чанг-Айши покинули город. Шанхай был разграблен и сожжен оккупантами. Его население, так же, как и население других захваченных городов, фактически было обречено на голодную смерть. В течение многих лет, с начала войны и вплоть до капитуляции Японии, в Пекине и других городах царил полный хаос. Не уцелело ни одного здания, люди были очень бедными, им было нечего есть. Все продукты отобрали японцы. Они похитили и увезли к себе все зерно и рис. Китайцы питались тем, что могли найти, вплоть до того, что ели насекомых. Даже после капитуляции Японии, когда я вернулся домой, я увидел, что жизнь еще не наладилась. Люди продолжали стоять в длинных очередях, чтобы получить немного затхлой муки с мышиным пометом. Без победы над Японией мы бы, конечно, не выжили. После падения Шанхая японцам была открыта дорога на Нанкин. Японские войска захватили его 13 декабря 1937 года. Здесь разыгралась одна из самых кровавых драм в китайской истории. Грабеж города продолжался шесть недель и сопровождался беспощадной резней мирного населения. Пленных китайцев закапывали живьем, рубили самурайскими мечами, резали штыками. Не щадили никого, ни военных, ни гражданских. Мужчин, женщин и детей перед смертью подвергали ужасным пыткам. Токийские газеты того времени писали о чудовищной забаве японских офицеров Мукаи и Нода, которые выстраивали сотню мирных жителей в шеренгу и соревновались. Кто быстрее убьет их самурайским мечом? Число изнасилованных и изуродованных женщин Нанкина измерялось десятками тысяч, а общее количество убитых превысило 300 тысяч человек. Японские фашисты проводили политику геноцида китайских военных и мирных жителей. Число погибших от их рук людей до сих пор сложно подсчитать. Люди погибали целыми семьями, миллионы потеряли своих родных. Те немногие, кто выжил, вспоминая эти страшные события, до сих пор чувствуют гнев, потому что война стала для них трагедией, которую они никогда не забудут. страдания китайского народа в той войне сложно описать словами. Дикие зверства, подобные нанкинской резне, творились по прямому приказу японского военного командования, которое стремилось навсегда сломить волю и дух китайского народа, лишить его даже мысли о возможном сопротивлении. С целью устрашения мирного населения японцы применяли массовые бомбежки, химическое и бактериологическое оружие, а также другие меры, запрещенные Женевской военной конвенцией. В конце 1937 года японская авиация разбомбила более 50 мирных китайских городов, большинство из которых не представляло для них опасности. Почти во всех крупных сражениях японцы применяли авиабомбы и снаряды с отравляющими веществами. Жертвами химических атак стали десятки тысяч китайских солдат, у которых часто не было даже противогаза. Японские войска в Китае проводили так называемую политику «трех все» «убивай все», «сжигай все» и «грабь все». Они вывезли из Китая большое количество стратегических ресурсов для своих военных нужд. Японцы украли огромное количество памятников китайского культурного наследия. Сегодня их число оценивается в 3 миллиона 610 тысяч произведений. Более 20 миллионов китайских рабочих было насильственно депортировано в Японию, где они в рабских условиях работали на шахтах, строили дороги и объекты военной инфраструктуры. Многие из них погибли. Кроме этого, японские фашисты устроили бессмысленную бактериологическую и химическую войну в Китае. Беспредельная жестокость японцев объединила китайский народ. Мао Цзэдун призвал вести тотальную партизанскую войну и мобилизовать все население страны для борьбы с врагом. На базу коммунистической партии в Янане ежедневно прибывали тысячи крестьян из разоренных китайских провинций. Здесь им выдавали оружие и обучали военным навыкам. Сотни тысяч добровольцев, движимых желанием отомстить захватчикам, вступили в войска Чанкайши. Среди них был и молодой студент Лу Шаочень. Когда я учился на третьем курсе университета, ситуация в стране становилась все хуже и хуже. Больше половины Китая было купировано Японией. Мы, студенты, были призваны в армию. Почти все мои однокурсники отправились служить. Кто-то пошел на фронт, кто-то в штаб, в артиллерию или пехоту. Честно говоря, мы уже давно были готовы служить в армию. Все подали заявление по собственному желанию. Никто не отказался. Все прекрасно понимали, что без победы над японскими фашистами у нас не будет никакого будущего. Мы должны были что-то сделать для нашей Родины. Первой и единственной иностранной державой, оказавшей реальную помощь Китаю в борьбе против японских агрессоров в первые годы войны, стал Советский Союз. В течение нескольких лет, начиная с 1937 года, китайские войска получили из СССР большое количество артиллерийских орудий, пулеметов, танков, автомашин, боеприпасов и 1235 самолетов. По приглашению китайского правительства в страну были направлены советские военные летчики и инструкторы, а в Урумчи советскими специалистами был запущен авиасборочный завод. Вообще мы первые ступили в борьбу с нацизмом. Об этом сегодня на Западе почему-то забывают. Говорят только о пакте Риббентропа-Молотова, а забывают о том, что они сдали Испанию, а мы Испанию защищали. То, что они сдали Австрию, Чехословакию, мы готовы были прийти на помощь. Китай, в конце концов, а в Китае воевали наши летчики, были военные специалисты. Мы отнесли там большие потери, кстати говоря, авиация. Но мы фактически нанесли поражение японской авиации. Это сегодня признанно Китаем. Это все. То есть наши летчики, добровольцы, были герои Советского Союза, сбивали японские самолеты, бомбили японские аэродромы, оказали неоценимую помощь Китаю. Ну и, конечно, тоже себе, потому что здесь, да, мы считали, вот проходит передовой форпост, фронт против вот этого милитаризма и агрессии. Буквально с сентября 1937 года, через пару месяцев после начала японской агрессии в Китае, мы стали оказывать Китаю огромную помощь. Кстати, вот то, что ленд-лис американцы называют и гордятся очень этим, мы начинали ленд-лис. Мы поставляли Китаю и танки, и самолеты, и огромное количество артиллерийского и стрелкового вооружения. Поставляли горючее, построили специально для этого ветку железнодорожную и трассу автомобильную, чтобы гнать помощь Китаю. Мы создали 40 дивизий Китаю, вооружили 40 дивизий. И в 40-м году так называем битва ста полков китайских. Это те полки, которые были вооружены тоже нами. Сражение, известное как битва ста полков, стало крупнейшей операцией китайских войск в годы войны. Наступление началось 20 августа 1940 года сразу в нескольких районах Северного Китая. В нем участвовало около 400 тысяч бойцов Народно-освободительной армии Китая под руководством Коммунистической партии. Хорошо обученные и вооруженные советским оружием солдаты провели 1824 боя разного масштаба. Китайская армия освободила 73 населенных пункта, в которых проживало свыше 5 миллионов человек. Битва ста полков окончательно развеяла миф о непобедимости японской армии. На фронте было много впечатляющих примеров героизма. Многие солдаты и офицеры предпочитали погибнуть, чем сдаться японцам. Например, один командир корпуса был ранен в бою и попал в плен. Японцы пытались уговорить его встать на их сторону, но он был непреклонен. В итоге его убили мечом. После битвы ста полков дальнейшее продвижение японцев вглубь Китая было остановлено. За 177 дней 1937 года японская армия продвинулась на 3085 километров. Это по 17,5 километров в день. Но за весь 1940 год японцы смогли продвинуться только на 215 километров, то есть менее полукилометра в день. Война, которую японцы планировали завершить за полгода, длилась уже третий год и ежедневно истощала людские и сырьевые резервы империи. Чтобы обескровить китайскую армию, японское командование приняло решение взять Китай в экономическую блокаду и обрезать любые связи этой страны с азиатскими колониями европейских держав. В сентябре 1940 года японские войска захватили французский Индокитай. В ответ на это президент США Франклин Рузвельт объявил эмбарго на поставку нефти и других товаров в Японию. Империя оказалась на грани сырьевого кризиса. Именно в этот момент в Токио было принято решение оккупировать острова и архипелаги в Тихом океане, где главной угрозой для японцев был военно-морской флот США. Вообще у японцев была такая концепция зона совместного супроцветания. Предполагался захват некой области, которой можно будет защищать силами военно-морского флота и морской авиации и охватывающие все ресурсы Юго-Восточной Азии. Было два варианта. Это сухопутная экспансия, то есть в направлении Советского Союза. И второе направление это Индокитай, это районы богатые полезными ископаемыми, в первую очередь нефти. Учитывая то, что под Москвой мы дали отпор Германии, японцы поняли, что не смогут они вмешаться в эту войну против Советского Союза. И в 41-м году просто они повернули против Соединенных Сатт Америки, потому что им нужны были ресурсы. Ранним утром 7 декабря 1941 года японцы атаковали американскую базу военно-морского флота Перл-Харбор. В налете участвовало 360 самолетов. За считанные часы было потоплено 4 линкора и повреждено 18 американских боевых кораблей. Потеряв всего три десятка самолетов, японцы праздновали полную победу. На следующий день президент Рузвельт объявил о вступлении Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую войну. Почему они с такой легкостью бросили вызов такой державе, как Соединенные Штаты? Казалось бы, где Япония, где США? Идея у них была несложная. Образовать периметр обороны, через который не смогут летать стратегические бомбардировщики добираться до метрополии. За счет этого навязать американцам сражения на островах, где они будут нести большие кровавые потери, и эти потери станут неприемлемыми для американского общества. Но эта концепция, она в итоге провалилась, японцев стали вытеснять с островов бронетехникой. К лету 1942 года резервы японской армии были на исходе. В июне 1942 года, пытаясь захватить остров Мидуэй, японцы потеряли 4 авианосца, 322 самолета и более 2,5 тысяч моряков. Это было первое крупное поражение императорского флота Японии за последние 350 лет. В 1943 году японцы были разгромлены у острова Гуадалканал, а в 1944 году потерпели сокрушительное поражение близ филипинского острова Лейте, где американцы потопили 26 японских кораблей, среди которых было 4 авианосца и флагман объединенного флота Японии крупнейший в мире линкор Мусаси. После этого сражения японцы свернули все наступательные операции и перешли к обороне оккупированных территорий. В это время новые американские бомбардировщики уже бомбили столицу империи Токио и другие японские города. Кроме того, американцы вложили колоссальные деньги с сравнением с атомной программой в дальние бомбардировщики, конкретно бомбардировщики Б-29, которые до Японии дотягивались, уже в марте 1944 года выжгли до тла Токио бомбардировкой с небольших высот с зажигательными бомбами. Это было в чем-то даже похуже Хиросимы. После вступления Соединенных Штатов в войну с Японией у Китая появился еще один сильный союзник. 11 марта 1941 года президент Рузвельт объявил о начале программы Ленд-Лиза поставок вооружений и боеприпасов союзным державам. Первыми участниками программы стали Великобритания и Китай. Большую часть военной помощи американцы доставили в войска Чанкайши только после 1944 года, когда японский флот в Тихом океане был разгромлен. Военная техника и боеприпасы доставлялись в Китай через британские колонии в Бирме. Здесь же были созданы базы, где американские инструкторы обучали китайских солдат военному делу. К этому времени Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания уже стали союзниками Китая. Нам помогало много иностранцев. Советские добровольцы в основном воевали в военно-воздушных силах. Американцы помогали нам обучать солдат. Кроме того, вместе с американскими частями мы защищали маршрут поставок в Китай из Индии и Бирмы. Это была единственная дорога, по которой шла помощь от союзников. Без нее воевать было почти невозможно. В Китай приехало много американцев, хотя среди нас мало кто понимал английский язык. чтобы обезопасить Токио от американских налетов и перерезать пути доставки помощи в Китай, японское военное командование поставило задачу уничтожить американские аэродромы и базы снабжения в Бирме. В начале 1944 года был разработан план тотального наступления на юге Китая, которое стало крупнейшей сухопутной операцией японской армии за все время войны. В нем участвовало полмиллиона японских солдат. Японцы развернули единственную сухопутную стратегическую наступательную операцию на юге Китая ИТИГО номер один, в результате которой вышли на южные побережья Китая и в Бирме оказались, действовало три фронта японских на этом направлении, было уничтожено сто китайских дивизий, были ликвидированы китайские военно-воздушные базы, базы доставки от союзников, от американцев, британцев к Китаю помощи, были ликвидированы американские военно-воздушные базы. Бирма открывала японцам путь на главную британскую колонию Индию. Ситуация осложнялась тем, что союзником Японии в Индокитае стал Таиланд, а большинство британских защитников Бирмы было представлено слабо обученными и практически бесполезными в бою индийскими частями. Спасать англичан отправились лучшие китайские дивизии Чанкайши. В апреле 1944 года они атаковали японцев в долине Хукаун на севере Бирмы. В мае китайские и американские части закрепились на подступах к городу Мьячино. Японские солдаты, засевшие в городе, приняли решение обороняться до последнего человека. Осада города длилась 80 дней и сопровождалась невероятными трудностями для обеих воюющих сторон. Китайские солдаты, наступавшие через джунгли, страдали от проливных тропических дождей, ядовитых насекомых и эпидемий. Вспоминает участник битвы за Мьячино Лу Шаочень. Битва за Мьячино была невероятно трудной из-за непроходимых джунглей на границе Индии и Бирмы. Кроме нас, в этих лесах не было других людей. Там были гигантские болота, а из-за сезона дождей постоянно шел ливень. Многие из наших солдат заболели. Нам ужасно досаждали насекомые, москиты, от укуса которых человек мог умереть в течение суток. Еще вокруг нас было очень много пиявок, муравьев и змей. Поэтому нам приходилось воевать в таких тяжелых условиях. кроме того, в Бирме очень высокая трава и деревья, поэтому нам было очень трудно найти среди них противника. В самое тяжелое время мы могли продвигаться не более чем на 10 метров за день, а японцы очень стойко держали оборону. Для обеих сторон город Мьячина был очень важен. На улицах Мьячины китайские солдаты столкнулись с фанатичным сопротивлением японцев, которые заминировали город и держали оборону в специально вырытых подземных тоннелях, бункерах и укреплениях. Только когда Мьячина была выжжена дотла артедерийским и минометным огнем, китайские солдаты смогли войти в город. После этой битвы в городе не осталось совсем ничего. Даже листьев на деревьях не было, все сгорело, а все стволы были в следах от пуль. Не осталось ни одного целого дома или строения. Мьячина был довольно крупным городом на севере Бирмы, но в нем не осталось ни одного человека. Только дикие собаки вокруг бегали. жители или погибли, или бежали подальше от войны. Город был разрушен до основания. В некоторых местах японцы даже не успели убрать трупы своих солдат. Обычно они очень серьезно к этому относятся. солдат я сам видел как по реке мимо нас проплыло много полуразложившихся трупов японских солдат. Сражение под Мьячиной обескровило японскую армию и лишило ее инициативы. Китайские войска начали освобождение южно-китайской провинции Юньнань. Бои велись с переменным успехом. На оккупированных территориях японцы построили тысячи укрепрайонов и огневых точек, прорыли 4000 километров траншей и готовы были сражаться до последнего человека. С 1944 года в японской армии появились солдаты смертники Камикадзе, которые подрывали себя при приближении китайских солдат. Но готовность к самопожертвованию была и у китайцев. Это я могу привести такой пример. Это было в западной части провинции Юньнань в ходе боя за Суншай. Сражение было очень жестоким. Японские фашисты построили здесь мощные укрепления, которые были рассчитаны на два или три года обороны. Нам предстояло очень сложное наступление, ведь у них там была целая система и подземные бункеры, и подземные траншеи. Тогда мы придумали способ, как уничтожить их в бункерах. Мы копали подземные проходы, устанавливали вблизи бункера взрывчатку и, наконец, взрывали его. Это было очень непросто. Многие солдаты во время таких заданий жертвовали собой. Вообще в нашей армии самопожертвование было очень распространено. Иногда один или два солдата закрепляли взрывчатку на себе и взрывали себя возле бункера, чтобы его уничтожить. Наши бойцы отчаянно боролись с врагом. К началу 1945 года американское военное командование разработало план захвата японских островов под кодовым названием «Операция Даунфолл». его автором стал главнокомандующий союзными армиями Дуглас МакАртур. Американцы рассчитывали, что не менее год-полтора, а МакАртур он считал, что лет 5-7 придется воевать. Потери рассчитаны были американцами миллион американцев, полмиллиона британцев, ну и не менее 10 миллионов японцев. Поэтому у Соединенных Штатов Америки, которые за всю войну потеряли меньше четверти миллиона войск, сравните с нашими 20 миллионами или китайскими 35-40 миллионов. Им не хотелось, конечно, попробовать себя в хапутных театрах, да и в зоне Тихого океана не все было решено еще. Вышли они на Филиппины, вышли на Литские территории к Японии, но это абсолютно еще ничего не значило. И на Ялтинской конференции, на Поздамской конференции отрабатывались уже детали того, как Советский Союз на каких условиях вступит в войну против Японии. Мы понимали, что помогать нужно. 9 августа 1945 года, ровно через три месяца после капитуляции нацистской Германии, полтора миллиона советских солдат атаковали японские войска на территории Северного Китая. Здесь находилась крупнейшая группировка императорских вооруженных сил, вооруженная до зубов Квантунская армия. Советские войска начали одновременное наступление двумя фронтами и взяли противника в огромные клещи. Всего за две недели Красная армия преодолела несколько сотен километров, окружив японскую группировку и отрезав ее от всех центров снабжения. 14 августа император Японии Хирохито обратился к нации по радио и призвал войска сложить оружие. 19 августа японские части в Северном Китае капитулировали. В плен попало 640 тысяч солдат. Японцы предпочитали сдаваться в плен и никуда не бежать, потому что знали, что в противном случае с ними будет расправа китайцев. То есть китайцы настолько ненавидели японцев, что если бы их просто не окружили проволокой, а просто где-то оставили в чистом поле, то китайцы бы их разорвали на части. Это китайскому населению они просто относились совершенно с какой-то запредельной средневековой жестокостью, поэтому местное население их люто ненавидело, и взять ее в плен было спасением от расправа. До сих пор в Китае помнят, что творили японцы. Это и резня, это изнасилование, это истязание, это те шрамы, которые никогда, наверное, не зарубтуются в китайской истории. И они нас встречали с большой благодарностью. 2 сентября 1945 года представители японского военного командования подписали акт о капитуляции Японии. В 1951 году в Сан-Франциско США и их союзники подписали с Японией мирный договор. За два года до этого Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики. Западные державы отказались пригласить представителей коммунистического Китая на переговоры в Сан-Франциско. Мирный договор Японии и Китая был подписан только в 1978 году. Я думаю, что эта война объединила китайский народ. Антияпонская война это одновременно и трагедия нашего народа и история нашей борьбы. 14 лет мы сражались за свободу и наконец победили. И эта победа достигнута только благодаря единству нации. Благодаря этой победе Китай наконец отменил сотни неравноправных договоров, которые были навязаны нам западными странами за последнее столетие. Всего этого китайский народ добился только благодаря победе. 3 мая 1946 года в Токио в здании бывшего штаба японской армии началась работа Международного военного трибунала для Дальнего Востока. В нем приняли участие представители одиннадцати государств, в том числе Китая, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. К суду было привлечено 29 человек из числа высшего военного и гражданского руководства Японской империи. Судейская коллегия заслушала 419 свидетельских показаний о военных преступлениях японцев в годы войны, в том числе совершенных на территории Китая. 15 обвиняемых трибунал приговорил к пожизненному заключению, семерых, включая бывшего премьер-министра Японии Хидеки Тодзио и генерала Ивана Мацуи, устроившего резню в Нанкине, к смертной казни. 23 ноября 1948 года осужденные были повешены во дворе токийской тюрьмы Сугамо.